Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско Консалтинг и Аудит. Как показывает судебная практика, после развода чаще всего дети остаются с матерью, а отец обязан выплачивать алименты. Как можно проконтролировать, используются ли деньги, выплачиваемые отцом, на нужды ребенка? Возможно ли обязать мать предоставлять отчет о расходовании алиментных средств? Может ли отец самостоятельно контролировать алиментные траты? Обо всех этих нюансах узнаете в нашем видео. Отчетность по алиментным обязательствам. Что это такое? Согласно статье 80 Семейного кодекса, родители обязаны совместно обеспечивать своих детей, не достигших совершеннолетия. После развода, если дети остаются с матерью, отцу назначаются алименты. Деньги, перечисляемые на обеспечение детей, должны быть использованы по назначению. В законе нет четкого указания, что отец имеет право требовать отчета по алиментам, если он усомнился или имеет факты о нецелевом использовании денег. Но это не значит, что обязать мать предоставлять отчет невозможно. Чтобы быть в курсе всех законных аспектов и важных юридических моментов, подписывайтесь на наш канал. Уникальные видеоматериалы помогут вам глубже понять сложности процессов и избежать возможных проблем. После развода, в случаях, установленных законом, бывший муж должен будет платить алименты и жене. В статье 90 Семейного кодекса четко определено, когда бывшая супруга имеет право на содержание. Первое. Когда брак расторгнут во время беременности или в течение первого года жизни ребенка. Развод и назначение алиментов ребенку и выплат жене до достижения ребенка в трехлетнего возраста назначается только в том случае, если расторжение брака инициировано самой супругой. Второе. После развода женой остается проживать ребенок-инвалид, требующий постоянного ухода. По этой причине женщина работать не может, ей назначаются алименты. Третье. Супруге во время брака или в течение года после него установлена нетрудоспособность. Если судом не будет доказано, что такая нетрудоспособность наступила из-за ненадлежащего образа жизни самой женщины. Четвертое. Достижение бывшей женой пенсионного возраста в течение пяти лет после развода. Женщина может претендовать на алиментные выплаты и только в том случае, если брачные отношения сохранились на протяжении долгого времени. Отчитываться, как использовались алименты, в этих случаях женщина не обязана. И заставить ее это сделать практически невозможно. Исключением являются случаи, когда поведение и образ женщины кардинально изменились в худшую сторону. Суд может освободить мужа от выплат, если будет доказано, что бывшая жена ставит сложное материальное положение себя и живущих с ней детей. А должен ли мужчина содержать бывшую жену, которая сменила статус матери-одиночки, на вновь замужнюю женщину? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в этом видео. Переходите по ссылке и смотрите. Как потребовать отчет по алиментам? По закону, согласно статье 60 Семейного кодекса, если дети проживают после развода с матерью, алименты поступают на ее банковский счет. Расходоваться денежные средства должны на получение образования и содержания, продукты питания и одежды несовершеннолетнего. О том, что мать должна предоставить отчет об использовании алиментов, можно составить добровольное соглашение, где отдельным пунктом будет это указано. Соглашение нужно обязательно заверить у нотариуса. Если мирно решить вопрос об отчетности не получается, нужно обращаться в суд. Возникновение сложных правовых ситуаций по гражданским вопросам требует быстрого вмешательства адвоката. Специалист компании «Роско» поможет создать наиболее выигрышную тактику по вашему делу. Для получения помощи наших специалистов позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форумы обратной связи. Ловите промокод YouTubeRosco, которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Как подать исковое заявление на предоставление отчета о расходовании алиментов? Прежде чем обращаться с исковым заявлением в суд, нужно собрать необходимые доказательства о нецелевом использовании алиментов. Подробнее об этом расскажет юрист компании «Роско» Дарья Потапкина. Такими доказательствами может быть информация о том, что бывшая жена безработная, кроме случаев, указанных в статье 90 Семейного кодекса, чеки, квитанции и письменные подтверждения из магазинов, кинотеатров, кафе о совершении у них покупок со временем и датой. Выписки со счетов, где видно, что покупки совершены со средств, поступивших на потребности ребенка, на посторонние нужды. Дополнительными доказательствами могут служить общедоступные фотографии и видео из интернета, подтверждающие нецелевое использование алиментов, а также показания родственников, соседей и знакомых. Кроме предоставления платежных документов и свидетельств соседей, нужно доказать причинно-следственную связь между поступлением средств на счет бывшей жены и их нецелевыми расходами. Если отец детей платит алименты и бывшей супруге, при признании судом доказательств, что денежные средства бывшая супруга тратит на развлечения, походы в рестораны или азартные игры, выплаты будут полностью прекращены. Подтвердить, что алименты были потрачены не по назначению, трудно. Но если это удалось, в суд подается исковое заявление об изменении порядка уплаты установленного образца. В суде супруге придется доказывать, на какие цели она потратила средства, перечисляемые несовершеннолетнему. В соответствии со статьей 203 Гражданского кодекса предусмотрена подача требования о переводе половины алиментов на счет ребенка. Можно открыть депозит и перечислять туда половину алиментных платежей. В случае, если судом доказано нецелевое использование матерью алиментов. На счет должна ежемесячно поступать сумма, равная размеру прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе проживания. Если суд принял решение об изменении способа взыскания алиментов, оно поступает в бухгалтерию по месту работы отца. С заработной платой будут перечисляться алименты, половина на счет матери, а вторая часть на депозит несовершеннолетнего ребенка. С 14-летнего возраста ребенок может распоряжаться деньгами с депозитного счета, но только с разрешения родителей и органов опеки. Подведу итоги. Итак, самостоятельно открыть счет детям и перечислять ежемесячно деньги или полностью взять на себя материальное обеспечение детей без решения суда, конечно, можно. Но появится долг по алиментам и, соответственно, наказание в виде штрафа или даже лишения свободы. Поэтому, если с бывшей супругой не получится договориться мирно, путем дополнительного соглашения о предоставлении отчета об использовании алиментов, не получается, то путь один – обращаться с исковым заявлением в суд. Кстати, в нашем плейлисте по семейному праву вы найдете множество видео, посвященных различным аспектам семейного права, начиная с составления брачного контракта и заканчивая разводом и распределением имущества. Переходите по ссылке и смотрите. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. Юристы нашей компании бесплатно ответят на них. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Пусть Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова